И вот пришел срок, и я начал своим детям, своим, чужим детям, начинал вот это открасывать правду, потому что я же вижу, что они находятся в этой нервании, они находятся как-то в благостном заблуждении, что мир существует вот такой, ну, не то, что он идеальный, а то, что он не такой, как они, это фантастический мир, почему они любят сказки, почему они любят какие-то фантастические фильмы, где там никаких законов физики не работают. Вот, когда я начал этому открывать, у них случилось, у некоторых, конечно, случился шок, и до сих пор мне говорят, что вот, да, произошел нервный срыв, и будет происходить. Ну, сегодня на рыбу. А, сегодня же суббота. Он плавает на каяках. А вот, сы, первый раз на каяках. Ну, сегодня и надо было покупаться, думал, что сегодня... Думал, что сегодня совсем волна большая, а нет. Ну, то есть на меня сейчас идет страшное давление, чтобы я не выводил детей из равновесия, своих чужих, чтобы они пребывали в этой благостной нервуане. Но я же не знал, насколько глубоко это все зашло. То есть тут уже получается эффект, как у наркоманов. То есть им поступают вот эти вот, так сказать, которые вызывают торможение мозга, которые ничего не думают. Вот им преподносят одно, а мы, получается, родители говорим другое. Вот тут-то и получается конфликт вот этот. Потому что, приходя со школы, приходя с института, слушая всякие радио, еще остальное, ребенок начинает вдруг нести какой-то бред по нашему понятию. И мы начинаем ему говорить, и он начинает нам говорить, нет, мне сказали, что вот так, вы неправильно, вы неправильно жили, вы вам все врали, вы нам все говорили не так. И тут получается конфликт. То есть думать он ребенок совсем абсолютно не хочет. Абсолютно не хочет. То есть полное отсутствие мозговой деятельности. Конечно же, надо было сопоставить. Сказали, да ты что, твою дедушку эти товарищи расстреляли. Да мы там в голоде жили. Да у нас деньги все отняли. Да у нас все остальное произошло. Ну и все в этом духе. И поднять можно всю историю. Потому что сейчас это очень важно. Очень, очень, очень важно. У нас еще не установившийся мир, не мир будущего, где уже все, вся планета освоена. Единое правительство, единое государство. Мы все про все разобрались и поняли. Идет становление человечества. Но очень и очень молодое. Еще вчера мы прям поедом жрали друг друга в натуральном смысле. Сейчас так немножко едим, но привычки-то остались. Вот эти все привычки остались. Почему у детей возникает, они говорят, не делай, не говори им правду, ничего не поучай их. Ты их не любишь, ты хочешь им зла. Ты вывозь их занавеси. У них возникает паника, у них возникает все. Как это так? Отец им рассказывает, как оно все, мир устроен. Не виртуальный, не фантастический, а реальный. Причем этого никто на планете не сделает. Это единственный человек, кто заинтересован в ихнем будущем. Я, фактически, на данный момент. Не знаю, может, другие отцы так же себя ведут. Но я думаю, что нет. Я такой, в принципе, тоже один. Им вообще уникально повезло. Да, потому что уже пришло время взрослеть. Уже пришло время познавать законы. Познавать законы, что мы живем, в принципе, они жили. Я жил, в принципе, тоже в Матрице. Вот эти пилюли горькие, которые отрезвляют, они, да, действуют вот так. Но чем больше ты эти пилюли не потребляешь, тем сильнее у тебя заходит болезнь, и тем труднее тебе потом оттуда выкарабкаться. Это же аксиом. Это все, в принципе, все знают. Тем более сейчас, когда готовятся вот эти столкновения. Опять неустаревшийся мир. Война уже давно большая была. Большая война давно была. И мир уже готов к новой войне. И надо знать, как говорится, быть на какой стороне, и как этого избежать, как куда-то убежать, как скрыться, как... Ну, короче, остаться живым. Потому что не так все просто. Тут вопрос не в том, что жизнь и смерть, и что не рассказываем, и не поучая их, и не говори, что будет завтра, какие мысли у людей, что как это все устроено, как это все работает. Потому что я же говорю, будете бестощитны, дети, они потом легко попадут в лапы этих людоедов, и натурально их будет есть, что говорить. Ну, понимаете, хоть образно, хоть не образно. Сожрут их, не мозги, как говорят, не промывая мозги. Так есть такое выражение. Мозги засраны, мозги загажены. Их нужно промывать. Мозги нужно держать в чистоте. Я уже сколько раз об этом говорил. Но в том, что они виноваты, дети, что они не по чуть-чуть, как бы, ну, за столько лет, за 20 лет, сколько они живут, за 15, за 10 лет, уж можно было по чуть-чуть, правду, маленькими дозами узнать и понять, что будет, сделать выводы, как устроен мир, какие у него законы, как все существует. А вот вываливается, конечно, это все целиком и сразу. И тут получается диссонанс в голове. Получается, одна мысль противоречит другой. Конечно, тут выйдешь из себя. Вдруг не все так. Это тяжело. Так я и говорю, надо было постепенно, постепенно. Но кто виноват, что не было времени? У нас один год, второй какой-то проходит, третий год. И сейчас меня обвиняют вот в этом терроризме, так сказать. Хотя и всяко ты обвиняют. Ну, то есть, состоялся у меня разговор такой письменный. И прошла опять та же самая история, та же самая травля, чтобы выключить им из меня. Ну, естественно, кто говорит правду, кто говорит, как оно все есть, как с ним поступает, его пытаются заткнуть. Это по-человечески, естественно. Пытаются, чтобы вот этот выход энергии, он не произошел, чтобы они лишнего не подумали, чтобы не затратить лишние мысли, чтобы у них настроение испортилось. Да, я понимаю, что все время жить в таком страхе, это плохо. Нужен дифамин, нужно все остальное. Кстати, от того же Дробышевского я узнал. Оказывается, каждый раз, когда на него смотришь, думаешь, ну ничего же нового уже невозможно. Я все это уже видел. Нет, все равно что-то новое находишь для себя. Ну, вот он рассказал, кстати, что вот у разных рас, у китайцев, допустим, у нас, у негров, у европейдов, разное содержание чувствительных дифаминов. Вот, у китайцев он очень сильно, сильно большой, поэтому они никуда не стремятся, сидят у себя в своем Китае и за границу не хотят. А у нас, вот, смотри, у нас, нам нужно ходить, иначе мы все сидим вокруг. Вам нужно дальше, дальше гулять, дальше осваивать новые территории. И я вот смотрю, что у меня как раз-таки его очень мало. Это досталось для меня от предков. Он идет и курит. Идет, идет, блядь, и курит. Осталось от предков то, что мы видим, что здесь что-то нас не устраивает, что здесь плохо. Что надо, что надо отсюда уезжать. Мы вот, мои родственники, бабушка, уехали на Дальний Восток, избежали, значит, гибели гражданской войны, голода, убийств, и всего остального. Сколько там миллионов погибло. Я уехал с Дальнего Востока. Я понял, что там тоже делать нечего. Китайцы сейчас придут. Я уехал на Вазов. Потом с Азова уехал вот сюда, на эти моря. Дети мои вообще сейчас фиг знает где. То есть у нас, конечно, дефамина этого не хватает. Кстати, вот это и является причиной того, что и паники, и панические атаки. Его, конечно, нужно восполнять. И нужно, и я опять же, опять же даю совет, именно я. Я как раз таки радею за их благополучие и здоровье. Что как нужно дефамин восполнять. Что нужно делать упражнения по утрам. Кстати, вот я сейчас увидел такое исследование медицинское, где именно все по пунктам и расписано. Вставать в пять, делать зарядку, чтобы сжечь вот эти гормоны, как я и говорил своим тупым умом, как я и предполагал, что нужно утром делать зарядку, чтобы сжечь эти гормоны. Так там и написали профессора и доктора. Нужно делать зарядку, чтобы сжечь гормоны стресса, чтобы потом наступило благостное состояние, потом учиться до одиннадцати, потом обедать, потом заниматься спортом, еще таким серьезным, потом вечером уже ничем не заниматься. Все по пунктам, по пунктам, по пунктам, все расписано. Как я и говорил, в принципе. Даже наука подтвердила то, что я все правильно говорил. Я говорю, вот так надо всегда вести, а не таблетки пить. Вот, опять же это я все делал, опять же это я все исследовал. Я даже если чего-то не знаю, то я над этим подумаю, я разработаю какой-то план, я поищу литературу, я сделаю стратегию, но найду какой-то выход, все равно найду. Иначе бы я был не такой, иначе бы предки были не такие, я бы сейчас здесь не стоял. Я бы был в виде какой-нибудь амебы. А мы именно вот такие приспособленцы находим выход из любой ситуации. Так вот о чем я? Продолжается, что террор, говорят, что не нужно детей ничему учить, что они должны быть как чистый лист, потом их всему научат политики, им всего преподадут, им всего расскажут. Вот и получается вот это противоречие. И выращивают вот это вот молодое стадо, которое готово рушить что-то хорошее и строить что-то плохое. В частности. Просто я уже спокойно воспринимаю все эти нападки. Я знаю, что будет дальше. Я знаю, что видео мое вызовет волну возмущения, негодования, матерков. И будут стараться агрессию такую проявить. И то, что я рассказывал, что каждая ваша агрессия вызывает у меня там, допустим, проблемы со здоровьем. Это у них разжигает еще большую агрессию. Я говорю, ах ты, какие у тебя здоровья, вот у людей там такие-то проблемы, а у людей там другие-то проблемы. Ну, то есть начинают бить как раз таки вот на это. Ну, вот я вообще рассказал, что я хочу покинуть эту страну. И мне нужно вот, чтобы поменьше вот этих проблем справиться, чтобы я восстановился побыстрее, чтобы я уже был готов к длинному перелету, к каким-то новым там нагрузкам, новым свершениям. Мне, конечно, там будет полегче, не будет вот этого всего, потому что, допустим, позавчера мне позвонил местный депутат. И с целью, я-то знаю какой-то, будут выборы в сентябре. И он с целью узнать, за кого я буду голосовать, начал издалека, какие вам проблемы не нравятся в городе, какие вам что там сделать, что там туда-сюда, сюда-сюда. Ну, и все, я ему, честно, все рассказал. А потом он сказал, ну, за кого вы будете голосовать? Я говорю, конечно же, конечно же, за действующую партию Путина, Единой России и все остальное. Конечно же. Но только не для того, что я оболванен и я не вижу, что происходит, а как раз-таки с целью, с целью быть против вот этого народа, этой страны. Я хочу ее конкретно распада, я хочу ее быстрого уничтожения. Я хочу быть тем анестезиологом, который вколет, наконец-то, этому больному пациенту, который корчится от боли, который уже умирает сколько, десятков лет, вот этот вот укольчик, будет там, будет мой миллиграмм яда тоже, автоназийного яда будет там. Я вот это, в принципе, ему и сказал. Пусть, как все идет по плану, никто, кроме Путина, так надежно, быстро, как целенаправленно не развалит эту страну, не отдаст Китаю весь этот Дальний Восток, плюс до Сибири. Не Турция не оторвет кусок здесь, с этой стороны. Ну, вот сейчас вот на Украину будет война, и все. И вот этот же народ, вот этот же народ пойдет убивать украинцев, и как они убивали с 14-го года, всякие там добровольцы, как они говорят, ну, это просто бандиты, бандиты-убийцы, кто вот этот вот людоедский свой инстинкт, ему дают оружие, и он готов его воплотить, когда избили Боинг украинский. Вот эти же люди, вот которые вокруг меня, они все это одобряют прекрасно, они все это, они рады этому всему. Так что их вот Некро, кроме Единой России, не накажет. Никто их быстрее не приведет к эту страну к краху, к развалу, ко всему остальному. Так что я вот сколько бы, я стоял бы целый день, там, удали бы мне кнопку голосовать за. Я бы целый день стоял, пока бы у меня ноги держали, пока бы я в обморок не сварился. Вот столько бы я раз проголосовал за это. Потому что еще раньше я как-то негодовал. Я говорил, почему вот вы курите, почему вот вы меня обкуриваете, почему вы бумажку брось, почему вы собаку на меня натравили, почему вы украли деньги, почему вы то-то, почему-то все-то. И как бы я все-то пытался у людей как-то, ну, повпитать, что ли, так сказать. Потому что я такой, я сразу это вижу, потому что я не могу это делать. И когда это люди другим делают, какие-то безобразия, они делают их постоянно и везде, и каждая минута, на каждом шагу. И причем это все. Их никто. Они не имеют права такая страна существовать. Я уж не буду говорить, но я уж всегда думаю, хожу, вот сколько бы я стоял, 20% населения или 10? Вот такие у меня мысли. Я думаю, что и 10, наверное, много. Нормальных людей, они, конечно, есть, но их настолько мало. Я, в принципе, вот вживую, не по интернету, а вот прям вживую поговорить, еще ни одного такого не встречал. То есть настолько, настолько их маленькая концентрация, что их можно только где-то в отдалении, там за тысячи километров, он будет блогером каким-то. И то, если все вот эти нормальные люди, они уже убежали из этой страны, из-за границы там вещают что-то, что-то говорят. Ну и вот они мне говорят, зачем ты детям рассказываешь эту политику? Зачем все? А им же в этом мире жить. Ну, раньше им рассказывали, как на бизонок охотятся. А сейчас им рассказывают, как вот эта политика происходила, как обращались с нашими бабушками, как обращались с нашими дедушками, почему они выжили, почему убили соседских дедушек, бабушек, а наши остались живы, как они себя вели. Надо же так же себя вести. Надо понимать, где ты находишься, в каком мире, не в вакууме же ты. А почему об этом нельзя, не надо рассказывать? Это же принцип выживания. Почему я только один и радею за выживаемость моего поколения, моих детей, моих генов и всего остального. Ну, фактически, кто меня слушает, тот тоже может своих детей спасти. Вот. Почему я не должен это делать? Почему я должен заткнуться и спокойно смотреть, и быть вот таким вот непомнящим, как это, как это, осьминоги, как Вишельский говорит. Вот осьминоги, они не знают своих родителей. Осьминог уже к тому времени, когда они вылупятся, он уже погибает. Они не могут передать никакой опыт. Почему наши дети должны быть вот этими детенышами осьминогов? Я почему должен быть детенышами? Мне, конечно, родители ничего не рассказывали. Так, только молвки, перемолвки. Я сам копал. И я вот не понимаю, почему я рассказываю, а дети сами не копают. Почему они сами не узнают? А почему было так? А почему нам говорят одно, а на деле было другое? А почему? Тут же легко сопоставить. Я уже начал сопоставлять факты количества погибших в войне. Почему подошло столько погибших? Почему с другой стороны меньше погибших? Почему у них техника была другая, а у нас была такая? Почему что хотели? Куда, чего? И вот эти все факты сопоставляешь и смотришь, да? Что нас обманывали, что вот этот... И причем врали на каждом шагу, каждый день, каждую минуту. Телевизор мы смотрели, каждый день все врали, врали, врали. И они, в принципе, я думаю, ну как же так люди до сих пор сейчас? Ну они вроде как воспроизводят... Ну он же вроде как у него не течет кровь. Вот с губ. Он же не какой-то... И вот он знает, что он врет и прямо вот народу вот так вот говорит. И как вот он живет потом после этого? Как его дети потом на это все смотрят, что ихний отец, ихняя там родители вот так так обманывали с целью манипуляций, с целью подчинения, с целью убийства, обогащения и всего плохого. Чего только можно представить, зачем они, почему они, как это все это не делали? И это же не просто так. Ну тут я же еще раз говорю, конечно, с философской точки зрения и с эволюцией это полезная вещь. Полезная вещь, в принципе, что народу очень много на земле, естественный отбор идет очень медленно, условия прекрасные, очень хорошие. Ну, все говорят, что кто-то не ест так, кто-то... Да, бывает такое. Ну вот, нужно, конечно, двигать, потому что умных людей, как я, допустим, или как мои дети, очень и очень мало, а вот процент нужно повышать. Нужно хотя бы повышать. Мне очень приятно жить с людьми хорошими, образованными, интеллигентными, которые не будут срать у меня на пороге каждое утро, не будут прямо орать там. примеров полно и больше. Полно и больше. Сейчас же этим же нашим детям, которые нифига ничего не видели, нифига ничего не знают, внушают, что черная раса, черная причем, она пострадавшая, она ее ущемляли, ее еще что-то. Да я бы рад. Да я бы рад. Никто их не ущемлял никогда. Просто они в диком состоянии были. Не они приплыли в Африку и там всех поработили, а туда. Их, собственно говоря, не поработили, их просто брали как животных, потому что они были в животном состоянии. Я бы рад пользоваться вот этим телефоном. Мне похоже, кто его сделал. Черный, синий, голубой, красный. Если он будет лучше этого, я его возьму. Но они же пользуются, они ничего не изобрели. ничего не придумали, потому что они были в низшем состоянии. И они обижаются, что их называют какими-то недоразвитыми. Ну да, они были недоразвитыми. У них не было электричества. И даже сейчас, когда им говорят, вот вы, создайте им условия, им создавали условия, приходили туда, как называемые колонисты. Это не колонисты, просто туда приносили цивилизацию. Проводили им водопровод, свет, больницы, все остальное. Они не хотят этим пользоваться. Они не хотят этим пользоваться. Они все привели в первоначальное состояние. Ничего нету. То есть, живут опять они, фиг знает как, в землянках, там, в каких-то хижинах непонятных, листьев, картонных. Водопровод уничтожили, все уничтожили. И теперь эти же порядки они пытаются сделать здесь. Ну, в Нью-Йорке, в Америке, везде. Где они появляются, они хотят вот эти же порядки дикие, чтобы никакого электричества ничего не было. Неужели это всем понятно, в принципе? Вот сегодня я прослушал речь, опять же, товарища израильтян в Энштейн-Лио, из Флориды, по-моему, вещаюсь. Ну, он рассказывает про что, если Нобелевский лариат, который высчитал математически, что вот эта вот политика так называемого непротиводействия, а уступничества, она приводит к разжиганию войны, к разжиганию расизма, к убийствам и ко всему остальному. Да, так и было. Гитлеру все говорили, нет, не надо ему его злить, он захватит одну страну, ну, не надо дальше, пускай он остановится, ну, не надо дальше, ну, это было глупо, а он смотрел, о, а мне позволяют, о, они не сопротивляются, о, они это, о, так я могу сделать и все, все, хочу, а моя голова больная может придумать много чего, и вот это, все это привело к большим-большим жертвам, ну, к естественному отбору. Сейчас же такая же фигня происходит с Путиным, он то нападает, то угнетает, то сбивает, то все это устраивает, то есть говорят, не надо его трогать, он остановится, ну, не надо, не надо злить, не надо, у него там то-то, у него там все-то. Такая же фигня происходит с Китаем, Китай травит, сделал биологическое оружие, уничтожил полмира, блин, сейчас он в Токио проходит олимпиада, смотреть больно, там, это самое, нет зрителей, ну, какая-то херня происходит, и все говорят, не надо трогать Китай, не надо его злить, ну, он, он, он исправится, он, молодая еще страна, он, а Китай говорит, о, блядь, да ко мне ничего не сделали сейчас, а я еще потравлю, о, да меня еще, ой, да я захвачу Африку, ой, да я захвачу, вырублю то, ой, да я хочу сделать то, и все ему позволяют, и все говорят, он, вот они благоразумятся, вот они еще, ни хрена такого не бывает, как вот и говорят, что когда Израиль ушел, как бы якобы, оккупированных палестинских территорий, там, это было предательство, это было первое, первое, такая сильная, серьезная угроза миру, когда, когда серьезная заявка на войну, что палестинцы подумают, о, да нам дают уступки, нам надо еще, нам надо еще, и они будут дальше и дальше до полного уничтожения Израиля, до полного уничтожения всего израильского народа, до полного уничтожения всего, то есть если террористу давать поблажки, то он будет действовать еще наглее, еще сильнее, это касается всех, стоит только, допустим, когда я был в армии, когда я был там техникуем, вот только стоит не ответить на какую-то грубость, то есть не стоит только ответить, то есть нужно в два раза, вот тебя толкнули в плечо, удариво морду, тебя ударили по коленку, тебя ударили в морду, ударили его, возьми, сразу вверх с тулом по башке, стоит только этого не сделать, и на тебя насядут, и тебя посчитают, как это, митболом, там, чмом и все остальное, и будут потом издеваться и ты потом закончишь жизнь самоубийством вот так вот будет все это дело происходить то есть если тебя где-то кто-то обидел себя кто-то где-то ударил если тебя кто-то где-то немножко нужно в два раза сильнее чтобы он понял о этого делать больше не надо этот закон действовал и действует всегда и везде и будет действовать во все времена и миллионы лет никакой наглец хам там не успокоиться оставляет удовольствие людей как бы унижать обижать и так пробовать их потому что больше ничего он не умеет это же людоедская теория так что я не понимаю от этих пацанов а почему их родители не научили что они должны в школе просто очень сильно отвечать на любую обиду тогда они будут их оставить в покое и не будут трогать и будут спокойно учиться у них будет хороший характер у них будет спокойная нервная система они будут себя хорошо чувствовать вот в этом залог залог успеха в жизни показать что ты сильный уважает только силу опять они не должны дети детей учить для этого как я не должен меня например да не учили я тут познавал только все это на своей практике меня никакие родители никакие отцы никак не участвовали в моем воспитании никто меня драться не учил никаких секций мне не отдавали наоборот говорили что будь покорный будь слабый будь как девочка будь хуже девочки не знаю будь вообще никаким ничего себя не представляю низ не протестую терпи и вот это я могу перечислять беч конечно бесконечно могу перечислять кстати то же самое делает любая религия церковь она кроме ислама конечно она учит людей покорности потому что любой этот проповедник как он называется который только который людей наставляет он от имени государства действует чтобы они не выступали против беззакония несправедливости обирательства там допустим каких-то убийств каких-то этих это начать сильно на развита чтобы народ абсолютно терпел вот этих вот правящих людоедов во власть кстати это слово я уж не знаю как оно стало в обиходе может я его внес может еще кто-то и вот эту людоедскую людоедскую тему людоедское правительство людоедская партия людоедская все это все начало постепенно постепенно я рад этому начало входить в обиход надо было конечно покупаться волна я думал сегодня будет волна бешеная честно сказать у меня уже я уже остываю здесь и не не могу восстановить сегодня рука болела ночью как жалко конечно что дети не хотят ничему учиться у нас а так бы было хорошо они были были такие так сказать готовы к жизни такие бы вооруженные так бы им проще было жить они бы знали все устройства как бы подноготную общение с другими людьми социализированы бы были всему вы можно было их научить но они не хотят а как можно научить если человек не хочет такого не получится и вот они будут болтыхаться вот так вот не умея плавать будут тонуть и будут говорить что вот это все неплохо что в них будут проблемы с нервами они не будут понимать что происходит ну короче как слепые котята как слепые щенки которых еще бросили в воду и которые нифига не умеют плавать вот так они будут себя вести вот идеального мира видимо нет ну я говорю преемственность поколений потеряна у меня она вообще никогда не существует я хотел ее восстановить вот я набрался опыта вот я знаю могу рассказать про мою жизнь как я был бизнесменом как какие были у меня проблемы с государством как государство меня значит издевалась надо мной как она меня топила как она меня уничтожала и почему это государство от чего оно произошло кто власти как какую политику про провозгласил почему почему так все происходит что именно здесь так и происходит другой стороне не так происходит и у всего всего это мог бы рассказать они бы конечно должны были бы сопоставить подумать а вот он так говорит да и он так жил он точно это знает потому что его никакие не рассказа это было с ним именно было с его дедом было с его отцом было с его прадедом было с его это тут это это уже аксиома и и никак не переделать потому что все так оно и было это не рассказы не романы не какие-то не фильмы фантастические это именно действительность ну надо думать тут нужно мозги включать раздумывать ходить а когда раздумать они в игры играют компьютерные они смотрят какие-то непонятные видосики они проводят время принципе в неге они проводят время спокойно ничем не занимаясь они ничем не голову не забивает ну и получается что потом приходят добрые дядечки с таким счастливым улыбающимся лицами говорят иди сюда девочка иди сюда мальчик сейчас мы тебя научим мы тебе скажем как нужно себя вести как нужно потом какую власть нужно поставить как за кого нужно голосовать как это все нужно сделать и они голосуют про отец ну ты ты за кого-то блять голосовала это же сволочь на сволочь это же сволочь меня и убивала всю мою жизнь она меня мучила а ты за него голосуешь ты чего отца своего не любишь еще деда своего не любишь то почему они благодаря только противодействия вот таким сволочам людоедом выжили а ты наоборот к ним лезешь прям в пасть ну тебя сожрут они тебя тебя сожрут они миллионы сожрут устроить геноцид они устроят нищету все это все будет ну не знаю почему они так себя ведут них нету какого-то инстинкта самосохранения они полностью выходят в конфликт со своими собственными родителями которые только одни на земле хотят сохранение им жизни одни а для других они пищи пищи и они именно тех которые хотят сохранить им жизнь начинают им хамить грубить игнорировать бросать казалось бы каждый час на счету пожалуйста как я говорил своим младшим и везде говорю выдавайте задавайте вопросы говорите о чем нам разговаривать хочу но о чем говорит да блять не о чем разговаривать не о чем разговаривать сто лет вперед и сто лет то есть месяц сто лет назад я мнение не о чем рассказать моей жизни 50 годам нечего рассказать от жизни отца нечем рассказать жизни деда нечем рассказать ничего не дежды страны нечем рассказать о фактах всякой войны каких-то политических революций нечего рассказать нечего рассказать о Нечего рассказать о здоровье, нечего рассказать о биологии, нечего рассказать о себе, о человеке, что кушать, что пить, нечего рассказать, чем дышать, нечего рассказать, нечего рассказать, абсолютно нечего рассказать. Это страшно, это страшно, это просто ужас какой-то. Я меня просто, вот это меня страшит страшно, у меня почему и возникает давление, у меня просто возникает паника, вот это действительно паника, что с ними будет, почему они такие. Почему они отреклись от своих собственных родителей, которые именно хотят им сохранить жизнь? Они же будут жертвами. Они же точно погибнут. Сто процентов погибнут. Они сядут в машину, разобьются, утонут там, не знаю, полетят куда-то. Прям в пасть. Могут поехать в Африку, прям в пасть к людоедам. Много чего могут сделать. Потому что они вот такие, нам сказали, что все на хорошо. Нам сказали. И они ходят, ну как пьяные, как под наркотиками. Вот в этом нерване они находятся. Там только под допингом можно находиться. А допинг им дают. Они вот смотрят, я говорю, кусок мяса. Раньше надо было добыть его. А сейчас они думают, что все. Они когда привыкли, что в детстве все падало с неба, что вот еду принесли, вот денег дали, вот одежду принесли. И они думают, о, и родители тоже все это падает. Они ничего этого не добывали, они не мучились, они на работе не страдали. Они все, все это легко достается родителям, наверное. И у них это, вот это остается вот это состояние. И дальше, и они начинают, и дальше все будет так легко добываться. И дальше все будет хорошо. Оно все будет падать сверху. Откуда-то по щелчку пальца, по щучьему велению, там, по каким-то магическим пасам. Все будет добываться, будут деньги приходить. И такие, знаете, да, иногда вот им дают, в чем я, в принципе, и против, что отбирают у людей людей и говорят, что мы вам дарим. Вот, дарим пособия, дарим какие-то подарки. Иногда, да, такое случается. Но потом, когда они сталкиваются с жизнью, они так вот остаются в этом детском состоянии. До 30, до 40 лет играют в компьютерные игры. Не дома Никола ничего нет, они создавать ничего не могут. Они все ждут. А кто же им что-то даст? А никто ничего не дает. Уже потом, после 30, уже никто ничего не дает. И они ничего не имеют. И жизнь уже вроде, и они уже не готовы, потому что они не умеют охотиться, не умеют ничего, не умеют добывать. Они не знают историю своих родителей, меня, допустим. И они не знают, как деньги добываются. Они могут легко вот так вот взять и криптовалюту, и бросить ее, и уйти на неделю. И не смотреть даже ничего. Вот тогда, когда, как же так и произошло. Они просто покупать и бросить. Финансы надо следить каждый день, каждый час, каждый... Надо было выйти из нее, потом через неделю зайти, потом опять закупиться, или уже закупиться и холдить ее все время. Ну, а вот так легко. И потом, меня же обвиняют в чем-то там, что я проебал кошелек, что я там стер что-то с компьютера. У меня почему-то ничего не стирается с компьютера. Вот записал, сид, его можно на камни высечь, можно сделать гравировку, можно сделать наколку себе, и все, хоть компьютер, хоть сжигай, хоть воруй, хоть ничего. Ничего не пропадает. Они же опять этого не знают. Папа сделает кошелек, папа купит криптовалюту, папа пришлет криптовалюту, папа ее сохранит, папа все. А где папа ошибся? Папа плохой, папа вот так. Так я же вам показал, как надо делать, я же показывал. Я же просто говорил, вот это, вот эти инструменты, вот все в ваших руках. Вы будете с этим дальше жить. Только криптовалюта сохранит. Сейчас вот, вот, пожалуйста, доллар стал падать. Ну, то есть цены повышаются в Америке, а доллар стал падать. Бедошин опечатал несколько триллионов долларов. Мы всю жизнь могли бы меня спросить и сказать, а как вы так жили, почему? Я говорю, а у нас каждый час, каждый день рубль терял в ценности. И у нас потерял он 60 тысяч. Я могу все рассказать о рубле. Что мы, живя в СССР, ничего не могли сохранить, если ты положил это в рубли, только если ты когда-то вещь купил, вот тогда она уже от тебя как бы не уйдет. И то своровать могут. А когда ты ее скопил в доллары, и любому американцу это не объяснишь, они еще не сталкивались с этим. Они не понимают, что если ты накопил на пенсию, там, какую-то вроде, то через какое-то время в СССР это превращалось в ноль. Вообще в ноль, в зеро. То есть накапливать деньги вообще не буду. Сейчас они с этим столкнулись. Только сейчас. И они как котята. Мы можем им в СССР рассказать, да, что с ними будет. Только криптовалюта может сохранить их финансы. Нет доллара, нет все по старинке, нет все еще. Так я тоже же могу ошибаться. Я тоже могу ошибаться в чем-то. Меня надо повторять, поправлять, меня надо улучшать. Я живу по принципу, сегодня должен быть день лучше, чем был вчера. Проплыть надо больше, чем было вчера. Пройти надо больше, чем было вчера. Убраться лучше в квартире, чем было вчера. Узнать больше, чем я вчера больше узнал. Выучить что-то. Приготовить еду лучше. Рубашку одеть получше. Больше заработать деньги. Больше менталитет. Больше и все лучше, лучше, лучше. Вот это пропагандирую, не знаю почему, что по пути эволюции надо двигаться. Надо чтобы все было лучше, 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 лучше. Американцы, они не стали улучшать свою конституцию, свою экономику. Они пошли по пути сейчас разложения. То есть они не стали ее переписывать в законы, а надо было. Стали делать коллективы, а надо было. Не стали делать. И поэтому, где нет прогресса, там идет регресс. Там идет регресс. Сейчас вся 99,9-х всей печати, вот этих все, как они называют их, новостями, или как они это называют, это все, вот это коммунистическое людоедство. Все левое. И другой информации вообще абсолютно нет. Вся страна усиленно строит социализм. Вот они уже начали сталкиваться с первым проявлением социализма, что социализм живет непосредством. Абсолютно непосредством. Как-то я вчера говорила, социализм хорош, когда не кончились еще чужие деньги. Они уже напечатали много-много долларов, и доллар стал терять в стоимости. То есть это пошла инфляция. Охуенная инфляция. А у нас была не только инфляция, а дефляция. Пять раз вообще отменяли деньги. Ну так вот, отменяли деньги. Кто бы мог подумать. То есть, если бы я все это рассказал, если бы меня слушали, если бы даже спрашивали, если бы узнавали, а я насильно это все, как бы, вдалбливаю. Раз вижу, что они вообще плавают, они вообще в какой-то, находятся, как я говорю, в нирване, какой-то непонятно, под какой наркотой они не видят реального мира. Я не знаю почему. А мир, ни хрена он не изменился. Он как был, как были людоеды, так они и остались. Как было все, так и осталось. Ну еще немножко, немножко где-то получше живут. Но все равно принцип-то один. Он еще не успел поменяться. Еще у него столько эволюция продвинулась. Еще люди, вот я как разговариваю с некоторыми, это полуживотные. Они, то ли у них мозги не хватает извилин, вот этих нейронов, то ли связей мало, то ли они, но они в основном, потому что они еще и мало знают, у них не было как-то потрясений. То ли они не хотят, ну сейчас информации можно вообще набраться, любой. Они не хотят на это время тратить. Они хотят вот это экономить эту энергию, энергию Майи приходится в таком, в таком животном состоянии. Как будто у них полмозга не работает. И ты ничего с этим не сделаешь. Есть ли среди черных нормальные люди? Конечно же есть. Конечно же есть. Среди черных, так же, как по естественному отбору, если их отбирать, то у них есть очень умные, очень передовые, очень хорошие люди, которые сейчас говорят, что перестаньте про расизм, перестаньте про то. Но их никто не слушает. Потому что все вот эти белые ведущие всякие там эти. Вы знаете, вот вы знаете, вот их угнетали там какую-то футбольную команду, баскетбольную. Вы знаете, вот тут не дают им возможности, там не дают. А почему мы должны им давать? Они должны сами заслужить это. Они должны бороться. Они должны побеждать. Они должны преодолевать. С чего вдруг людям диким, которые ничего не сделали в своей Африке, никаких усилий, чтобы сделать там прогресс, вдруг они должны его получить. Еще претензию говорят, что а что это вы нас раньше сюда не пускали? А почему вы раньше нам не дали привилегий? А почему вы нам электричество не привилегий? А почему вы нас раньше не переселили? А почему вы должны нас переселять? Почему вы в Африке своей не сделали прогресс? Почему у вас сейчас в каждой стране происходит черти что? Почему вы не хотели? Вам давали возможности? Давали. Почему вы угробили все водопроводы, все дороги, все дома? Все поугробили. Потому что они еще не готовы. У них не произошел этот естественный многовековой отбор. Они находятся в зачаточном состоянии. Среди них есть хорошие люди, есть умные, есть их. Но это все отбор должен быть. Нельзя огульно говорить, что они все такие. Среди белых есть абсолютно тупые в основном люди. Но больший процент все-таки. Среди евреев еще больше процентов. А говорить, что все, кому-то по цвету кожи должны быть привилегии, это неправильно. Какие у белых привилегии? У белых привилегии жить в холоде. Жили в холоде, а они приспосабливались. Был много рожали детей, был большой отбор. Поэтому, допустим, наша семья вот такие красивые, все слаженные. У нас не пять пальцев, мы не коротконогие. У нас правильные черты лица. У нас отличное здоровье, отличная кровеносная система, много мозгов. Если эти мозги хорошо в направленное направление направлять, если бы дети хорошо слушались, если бы у нас была бы нормальная страна, и нам не пришлось бы убегать в Америку. Не убегайте, вот как я сейчас хочу убежать, не убегать с Хабаровска, не убегать оттуда, не убирать. Мы бы нормально жили, и все бы у нас было благополучно, и были бы большие дома, много машин, богатства и спокойствия. Но нет этого. Нет этого. И не будет этого, потому что спокойно, хорошим людям жить не дают, как Израилю сейчас. Израилю вот эта черная зависть арабов, что Израиль живет хорошо. Потому что они сами, у всех были одинаковые условия. Израильтяне туда пришли, когда там была пустыня. Чисто пустыня, без воды. Эта земля была никому не нужна, потому что она неплодородная. Они из нее сделали конфетку. Города, устройства, инфраструктура, выращивать там все, что угодно. И арабам, конечно, это как кость в горло, потому что они говорят, а вы тоже так же могли? Почему вы так не сделали? Так же и африканцам. Ну почему вы так не сделали? Почему вы тоже так могли? Но вы же не сделали. И вот сейчас ставится, это упрек Израилю, что они хорошо живут. Нам, белым, ставится, что мы хорошо живем. Вот. Ну, вот так вот. Не приплыли они на своих кораблях, черные, нам в Европу. И что бы интересно они делали с нами? Если бы мы были в шкурах, там, говорили и носились бы с копьями еще, они бы захватывали и были бы гробами. А что такое гроб? Тебя могли убить. В исторические времена, когда вот эти вот, допустим, в Австралию аборигены переселялись, они шли мимо островов. Они там геноцидили всех. Все на островах, все вот эти всякие цивилизации, все были уничтожены. Сейчас они тоже из себя строят, что они пострадавшие. А они что делали? Они так же на всех этих островах всех уничтожали. Маленьких там всяких людей, всякие там были. Хоббиты, херобиты. Вот. Они делали то же самое. А сами остались в этом прерабытном состоянии. И потом говорят, вы нас поработили, мы нас индейцы. Вы нас тоже. У них даже культуры не было, ни письменности, ни хера. Ничего у них не было. И все они помирали от болезни. А что вы сидели, блядь? Почему вы не построили заводы? Почему вы не построили фабрики? Почему вы не сделали себе образование, больницы? Почему вы все это не сделали? Нет, не сделали. А сейчас этим прекрасно все пользуются. И говорят, вы нам должны, вы нам должны. Что мы-то вам должны? Вы сидели на жопе ровно. И палец о палец не ударили. Они жрали друг друга, только людоедством вот этим занимались. Людоедство-то у них просветало. Они и скальпы, и все. Только и занимались между собой и воинами. Им некогда было, блядь, в школу ходить. Поэтому у них и школ не было. А сейчас они себя строят каких-то пострадавших. Пострадавшие что? В чем они были пострадавшие? Ну, в чем они пострадавшие были? Им никто не мешал ничего сделать. Они просто от болезни все поумирали. Даже если бы они так же нападали на белых. Вот вы пришли, вы нас поработили. Так всегда лучшее порабощает худшее. Всегда лучшая машина убивает другую. И предстоит выпускать более старую с плохим двигателем. Всегда лучшее... Как это называется? Замещает худшее. Всегда так бывает. Если вы ни хера не пошевелились, то вот, пожалуйста, сейчас. И сейчас они вот этот Black Matters чем занимаются? Шантажируют шантажом. Они занимаются шантажом, строят себе особняки на эти деньги. Реки там занимаются. А чем могут людоеды заниматься? Только отобрать. Отобрать и поделить. Ну, и этого они ума не дадут. Ну, поживут они в этих домах. У них же мозгов-то нет, ни хера нет. И дальше-то как они будут добывать? Потом деньги кончатся. Еще шантажировать, еще шантажировать. В конце концов, когда их не снесут. Пока их не надоест белым это все. То есть, неважно, зеленым, неважно, корейцам, неважно, китайцам. Не надоест эти, блядь, тунеядцы, которые живут на пособия, которые ни хая не хотят не учиться, не работать, ничего, блядь. Их снесут. Все равно я не то что верю. Я знаю, что эволюция всегда побеждает. Всегда лучшее побеждает худшее. Что бы ты ни делал. Динозавры были хуевые. Все было хуево. Сейчас более совершенно, более все удобно, более мозгов больше. Эволюцию не остановить. Абсолютно, ну никак. Я, в принципе, за мир не переживаю. И исламистов всех снесут. И христиан всех снесут. Всех нахер снесут. Все равно умные люди победят. Все равно они обдурят этих идиотов. Все равно они их... Естественный отбор даст более лучшими мозгами. Лучшие условия. На этом можно, в принципе, пока заканчивать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.